Ладно, пожалуй, начнем. Сегодня мы поговорим о том, что под собой подразумевают высокие нагрузки. Пообщаемся на тему того, какие вообще проблемы испытывают высоконагруженные сервисы, как с этими проблемами бороться, какие простые пути, какие пути посложнее. Поговорим о том, какие вообще существуют подходы к масштабированию сервисов. Поговорим немножко о том, как искать узкие места, как с ними бороться и, собственно, на некоторых примерах рассмотрим некоторые виды высоких нагрузок и как их можно было избежать, какие решения были предприняты. Итак, собственно, начнем с вопроса. Привет, четвертый человек. Что же вообще такое высокие нагрузки? То есть что это такое? Только ли какое-то количество хитов или что-то еще? Когда начинаются, по-вашему, высокие нагрузки? С какого количества хитов? С 10 тысяч в сутки? Со 100 тысяч в сутки? С миллиона? Когда? Не стесняйтесь. Все относительно или что? Может быть такое, что 100 хитов в сутки – это высокие нагрузки. Хорошо. Вообще, на самом деле, на мой взгляд, лично на мой взгляд, высокие нагрузки – это, в принципе, проблемы в производительности того или иного ресурса. Проблемы могут совершенно разного рода, и поэтому 100 хитов в день вполне себе могут быть тоже тяжелыми нагрузками. Представь, если у тебя, например, запускается какой-нибудь обсчет какого-нибудь отчета, занимающего, там, час, 100 запусков в день, он у тебя уже отработает больше, чем сутки. Поэтому, в принципе, любые проблемы, связанные с железом, это можно отнести к высоким нагрузкам. Собственно, ресурсов не так много, да? Петь, поскольку мы делаем все-таки веб-сервисы, да, а не дисктопные приложения. Диск, процессор и память. Разные системы подвержены, соответственно, разным нагрузкам. Я еще не видел ни одной, где были бы все четыре вылезли сразу же. Правило, там одна, две, максимум три вылазят. Собственно, сейчас мы по каждому из этих ресурсов разберем, какие проблемы могут быть и как с ними бороться. Тем не менее, независимо от того, какие это ресурсы, все проблемы можно свести к двум решениям, типам решений. Первое, самое простое решение, ну, как самое простое, скажем так, оно, как правило, гораздо дешевле в плане человеческих ресурсов. Это просто добить лишним количеством железа в каждом случае и посмотреть, как система будет себя вести дальше. Понятно, что такое решение невозможно, если там система имеет ограниченное количество бюджета, да? Ну, тем не менее. Если денег все-таки нету, а делать все-таки хочется, здесь вступаем в действие мы с вами, то есть наш мозг, и придумываем какие-нибудь программные решения, которые позволяют от нагрузок избавиться. Собственно, немножко про каждой из проблем. Проблема с сетью, основная проблема – это слишком большой объем трафика. Причем, ну, это типичная проблема для ресурсов, которые дают большое количество медиа данных, да? Но, тем не менее, на каких-то ресурсах, где просто идет большое количество запросов разного рода сетевых, проблема тоже может стоять. Собственно, какие же аппаратные проблемы, какие же аппаратные решения подобных проблем? Ну, раз не хватает канала, значит, канал надо тупо увеличить, да? Все просто. Вопрос, как это сделать? Увеличить можно несколькими способами. Конечно, самый простой способ – это поставить более производительную сетевую карточку, да? Удивительно, но я видел случай, когда там медиа-сервисы обслуживались карточкой с пропускной способностью в десятки мегабит, да, вместо того, чтобы поставить гигабитную карточку. То есть иногда даже такое решение работает, и проблема будет решена. Вторая проблема, которая бывает, часто заканчивается доступные ресурсы на маршрутизаторе. Опять же, простое решение – ставим более мощную циску там или что у нас там стоит, да, джунипер и прочие вещи, и получаем большую пропускную способность. Что касается дополнительных каналов, здесь тоже все просто. Если есть возможность куда-нибудь сделать еще один канал, тоже вполне себе этим можно рулить. Я не знаю, видел ли кто-нибудь, был ли из вас кто-нибудь у нас в Mail.ru на 19 этаже, где сидит отдел эксплуатации, да, в том числе сетевой, там могли видеть картинку, как функционируют все каналы между всеми дата-центрами Mail.ru. То есть где какие сейчас проблемы, скажем так, узкие места и прочее. Похоже, на самом деле, на работу на эти кровеносные системы. То есть где-то что-то закупорилось, все, тромб, забегали человечки. Так что дополнительный канал вполне себе могут быть тоже решением по снижению проблем с сетей. Что касается программных решений, может быть, вы о них знаете, если нет, сейчас расскажу. Во-первых, общий смысл решений — это уменьшить трафик и увеличить скорость отдачи. Каким образом можно это сделать? Во-первых, помним, что есть такое свойство браузеров, как понимание того, что контент отдается архивированным. То есть выставляем заголовки сжатия для веб-сервера, сервер начинает сжимать, трафик отдается текстовый, сжимается хорошо, отдается вполне себе. Браузер понимает, что ему этот контент надо распаковать, распаковывает. Соответственно, тем самым уменьшаем трафик на сервере, всю работу перекладываем на клиента. Второй момент, который может быть с увеличением скорости отдачи, это банально поставить новый веб-сервер, если у вас используется какой-то сервер, делающий эти вещи не оптимально. Вполне возможно, что на медленных коннектах скорость отдачи графики будет чуть получше, и поэтому меньше будут нагрузки на сети. Следующий момент, который можно вспомнить, когда говорим про уменьшение трафика, это вынес статики, то есть картинок или там javascript или css файлов на отдельный домен. Кто может сказать, зачем это делается? Потому что на один браузер, на один домен, шесть сетей, и пять сетей домен. Это первое. Но на самом деле это… То есть вы просите на отдельный домен, то есть на отдельный домен? Да. Нет, на отдельный домен. Но это тоже на самом деле… Давай просто запишем, что. Давно не писал, две недели сох. Итак, статики выносим на отдельный домен, потому что ограниченное число соединений на браузер. Второе. Кто-нибудь знает? Ну, ограниченное на самом деле… Смотрите, ограничение числа соединений на браузер — это проблема, в общем-то, браузерная. То есть в этот момент мы просто не сможем отдать большее количество картинок. Но это никак не влияет на пропускную способность канала, в общем-то. Наоборот, чем на самом деле, чем меньше соединений, тем лучше. На самом деле основной момент, по которым трафик выносится на отдельный домен, это то, что в этот момент перестают передаваться дополнительные заголовки типа кук. Вот, то есть вынесли минус куки. Если вы когда-нибудь интересовались, сколько кук, например, отдается разными проектами мейла, то иногда это количество может доходить там до 3-4 килобайтов. Как вы понимаете, на картинку или там на CSS-файле эти куки нафиг не нужны, как правило. Там все равно статика отдается. Поэтому вот просто вынеси на отдельный домен, то есть избавив статику от передачи кук, мы выиграем на каждую там картинку, на каждый файлик по 4 килобайта. Если там, не знаю, страница трясована так дизайнерами, что графика дается очень много, соответственно, тем самым мы получаем большую экономию на этом. Поэтому, например, многие выносят… Причем, да, выносим именно на отдельный домен, не на поддомен. То есть, как правило, родительские куки передаются и на поддомены, поэтому такое решение не поможет. Покупаем, там, не знаю, за 20 долларов, там, это сколько там, за 3 доллара новый домен, переносим туда статику, все замечательно. Понятное дело, что, конечно, придется поменять часть веб-содержимого, да, там, переписав URL, откуда берутся картинки и прочее. Но это, опять же, не сильно критично, особенно если там используют генерации шаблонизаторы, генераторы статики и так далее. Третий момент, который можно вспомнить при уменьшении трафика, для уменьшения трафика, это CDN. CDN — это Content Delivery Network, смысл которой сводится к тому, чтобы мы больше ставим… Вернее, скажем так, для определенного числа пользователей начинаем отдавать какую-то статику с… ну, или медиафайлы, да, с отдельных серверов. То есть, условно, для пользователя Вася с одного сервера, для пользователя Пети из Америки, из третьего, для пользователя из Владивостока, из четвертого. Почему? Во-первых, от того, что если мы отдаем региональным пользователям трафик с ближайшего сервера, да, тем самым мы уменьшаем количество времени, которое требуется на загрузку содержимого. Вот на все эти обмены TCP-соединений, да, там, на все эти обмены заголовками и прочим тратится большое количество времени. Пусть он измеряется миллисекундами, да, но все равно для пользователя это будет заметно, если графики много. Я, на самом деле, чуть попозже кину ссылочку на хорошую презентацию на эту тему товарищей из Яндекса. Вот там просто по пунктам расписано, что тратится время на каждый раз при загрузке страницы. Поэтому Content Delivery Network выносим поближе. Пинги лучше, connectivity лучше, трафик отдается не с одного узла, там, а с пяти, например, да, и, соответственно, тем самым нагрузка на сеть снижается, ну, на данной картинке в пять раз. Следующий момент — это проблема с жестким диском. Основная проблема — это то, что диск… Ну, опять же, два раза проблем, да. Диск либо медленно читает, либо медленно пишет. Соответственно, решаем эти проблемы. Аппаратное решение, думаю, известно, да. Если данных… Если на диске места не хватает, в том числе из этого может быть… То, соответственно, просто банально увеличиваем емкость. Сейчас, слава богу, уже есть там терабайтные диски, двухтерабайтные и прочее. SAS тоже на месте не стоит. SSD-шки тоже почти появляются. Если не хватает же мощности именно на запись там или на чтение, можно попытаться сменить тип диска саташного на что-то более производительное, да. На SAS или на SSD. Почему или? Почему, то есть я не рекомендую там сразу ставим SSD-шный диск, поработаем с флеш-памятью, никакое там перемещение головки по жесткому диску, да. Все работает быстро. В каких проектах SSD неприменимо, как вы думаете? Да, то есть если на проекте большое количество там записей, то диски будут вылетать просто на ура. Если проект высоконагруженный, ну, в общем-то, говорим сегодня о таких, да, то может оказаться, что каждые несколько месяцев придется менять новый диск, ставить новый диск. Соответственно, если это еще требует по времени какой-то там даунтайма, то вряд ли вы будете такой сервер сделать. Поэтому, например, у нас на деньгах SSD-шек в принципе нет. Вот слишком большое количество записей разных там флагов в состоянии транзакции и прочее, 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 поэтому банально быстро выходит из строя. Следующий момент, да, он, конечно, опять же, может быть банальный для кого-то, кажется, кто там уже какое-то время провел в построении веб-сервисов или там, это в принципе объединение дисков дисков и массивы. Я думаю, вы знаете, что такое дисковые массивы, да, то есть когда несколько дисков там становится фактически одним. Типов дисковых массивов много. Два основных, Stripe и Mirror, я думаю, вы знаете, да. Если не знаете, сейчас мы там буквально через пару слайдов об этом поговорим. Ну и четвертый момент, который приходит на ум, когда говорится о том, чтобы увеличить пропускную способность диска, это использовать диски в памяти, да. Все операционные системы, основные диски, которые используются в веб-службах, они позволяют делать RAM-диски. Если данных не очень много, отдавать нужно там очень быстро, например, да, или писать очень быстро, то вполне возможно использование именно RAM-дисков для снижения проблем со скоростью записи. Программное решение при проблемах с дисками, в общем-то два. Во-первых, это портиционирование данных, то есть разделение их на разные логические части, разнесение фактически по разным логическим дискам. Например, если у вас используется база данных, да, где большое количество каких-то именно данных, то разные дата-файлы фактически можно разнести на разные диски. Тем самым, собственно, во-первых, можем вынести наиболее нагруженные на какой-то отдельный тип дисков, да. Например, там, не знаю, мы очень много читаем и почти не пишем в определенный тип таблиц. Выносим эти таблицы на SSD-шки, там, объединяем их еще для ускорения в Stripe, получаем скорость в этой части базы данных, да. Остальные могут, основные данные могут крутиться на разных дисках. Такое точно мы применяли неоднократно. Например, у меня был на ответах, когда ответы еще были по Dorcle, там была большая ферма из дисков. По-моему, в последний раз, если я правильно помню, там было то ли 24, то ли 40 дисков в ферму, да, то есть большой был, многоюнитовый сервак, да. И, соответственно, вот все дата-файлы были размазаны по этому количеству дисков. А был на Oracle сейчас, значит? Последние полтора года вы переписывали на мускул, по-моему, успешно переписали. А вам не дорого лицензировать было? Дорого. Поэтому, собственно, в том числе поэтому и переписали. Поэтому, собственно, и архитектура была как раз завязана на один большой сервер, потому что купить лицензии много было еще дороже. Ну вот. Ну и, собственно, второе программное решение для борьбы с проблемами с диском — это вынос данных в память. То есть, ну, скажем так, переписывание логики так, чтобы часть данных можно было помещать там в память. условно, что-то держать в кэше в noise-scale базах, которые используют базу, а не диск. Ой, которые используют память, а не диск. Собственно, если кто-то не помнит, что такое RAID 0, RAID 1, Stripe Mirror, да, тут буквально пару слов, что это такое. То есть RAID 0, Stripe — это дисковый массив, который создается для того, чтобы быстро писать и быстро читать. То есть данные распихиваются, четные биты условно на один диск, нечетные — на другой. Читаем с двух дисков, читаем быстро, пишем достаточно быстро. Единственная проблема — нифига не надежно. Да, если летит один из дисков, читайте, что все, информация у вас уже не восстановлена. Если хочется сделать более надежной, можно использовать зеркалирование, то есть поставить mirror RAID 1. Там ситуация с надежностью гораздо лучше, потому что каждый данный копируется на два диска. Единственная проблема — пишем медленнее, потому что просто надо записать дважды. Чтение при этом может быть быстрое, потому что данные могут браться и с одного диска, и с другого. Понятно, что существуют, во-первых, и другие дисковые массивы, но и даже эти можно объединять в пары. Условно можно делать RAID 1 плюс 0 и так далее. То есть когда мы несколько страйпов объединяем в mirror, или наоборот несколько mirror определяем в страйп. То есть вот эти два, скажем так, типа дисковых массивов чаще всего используются, ну и их комбинации чаще всего используются в вебе, поэтому хотя бы понимать, что такое, я считаю, что нужно. Проблемы с процессором. Основная проблема, ну просто что-то слишком много вычисляем. Как-то неоптимально написали код, воткнули парочку бесконечных циклов, да, случайным образом получившихся. Процессор шел куда-то покурить. Соответственно, как решать? Ну понятно, что опять же аппаратное программное решение. Первое, самое простое, не знаю, увеличиваем, опять же, если есть деньги, покупаем более мощные процессоры с большим количеством, с большей частотой частотой, с большим там кэшом, да, то есть вот все, что в последние годы, над чем работает Intel и прочие компании. Ну или сейчас, опять же, в последнее время модно выделение, написание такого софта, который, вернее так, скажем, ставим просто процессор с большим количеством ядер, да, то есть поставили ядра, хорошо, если процессор умеет сам масштабировать задачи по ядрам, если не умеем, переходим к программному решению, распараллелим эти собственные задачки по ядрам. Во-первых, существует возможность прикрутить конкретные там задания конкретным ядрам, просто средства операционной системы прибить конкретным ядрам вещи. Во-вторых, многие софты уже сейчас в последние годы пишутся параллельно для возможности работы с параллелизацией, да, с базами данных, например, очень хорошо с 11-й версии с параллельностью работает Oracle, то есть там можно, опять же, все разнести достаточно по отдельным ядрам и тем самым производительность процессора улучшить. MySQL, честно говоря, вот не помню, как у них было, как у них сейчас с ядрами, но, опять же, отдельные инстансы можно прибить к отдельным ядрам. Ну и, собственно, если код написан фигово, решение простое, оптимизируем, да, ну, хорошо сказать, сложнее сделать, но, тем не менее, задача по оптимизации кода именно для работы с процессором, это, ну, достаточно частая группа задач. Что здесь может быть? Хорошо, если у вас компилятор сам умеет делать оптимизацию, да, то есть хищный компилятор сейчас при включении определенных флагов, ну, в принципе, умеет делать дополнительную оптимизацию. Ну и так, в принципе, рефакторим, переписываем циклы, избавляемся там от слишком длинных циклов, от большого количества вложенных, да, там какие-то инструкции выносим отдельно. Может, опять же, сильно помочь с процессором. Чуть попозже я расскажу о некоторых примерах, где, собственно, так и было, то есть за счет оптимизации получили большой выигрыш по ресурсам. Проблема с памятью. Основная проблема — это то, что памяти просто не хватает. К сожалению, в последние годы программисты, не знаю, то ли программисты стали более ленивыми, то ли, в принципе, требуют выдавать большее количество решений, да, за меньшее время. Но вот именно программисты перестали экономить память, ну, по крайней мере, веб-программисты точно перестали экономить память, да, и это стало проблемой. Остальные проблемы, связанные с сетевыми, с планками памяти, это, там, не знаю, энергозависимость, латентность, прости, господи, медленный отклик. Вот, честно говоря, я не видел ни одного приложения, да, веб-приложения, которые вот в эти два фактора уперлись. Если вы случай знаете, расскажите, мне правда будет очень интересно, но вот выбирая память, в основном смотрят все-таки на ее размер, а не на ее быстродействие, да, там. Программное. Аппаратное решение с памятью, опять же, простое. Если есть возможность, если есть куда запихать эту память, берем и запихиваем, да, если, скажем так, еще лет 5-6 назад стандартный фронтенд шел с памятью, там, ну, по-моему, в районе 8 гигов оперативной памяти, да, а сейчас, в принципе, фронтенды уже идут, по-моему, 64 гигами, уже никого этим не удивишь особо. Есть возможность, отлично, ставим больше памяти. А я еще помню, что у нас были там время от времени прибегали там программисты мира или еще там админы задел эксплуатации с криками, что там не хватает памяти на таком-то сероке, давайте срочно чем где-нибудь добивать. Ну вот сейчас как-то попроще. Решение по ускорению памяти как раз относится к экзотическим, и, честно говоря, я ни разу в своей жизни его не применял. Проблемы с памятью программные, они, опять же, очень интересные в том плане, что они позволяют программисту начать мыслить нестандартно, начать читать книжки по умным алгоритмам, да, и всячески пытаться как-то работать со своим кодом. Программные решения, в общем-то, я их вынес 4 штучки. Это, во-первых, это утечки памяти, да, иногда бывает. Бывает написан кривой софт, бывают там кривые интерпретаторы, еще что-то, кривые программы. Память начинает течь, то есть программа память берет, обратно ее не отпускает. Ну, понятно, что самый простой способ решения этой проблемы — это времяотворение перезапускать программу, да? Но если это все-таки задалбливает, хотя это тоже решение, то может иметь смысл поискать, что же течет. Реально, например, в том же самом PRL, даже банальное включение, использование директивы use такого там криво написанного модуля, какой-нибудь там SAP модуля, работа с XML, с SAP, даже просто использование use без использования функции из модуля там увеличивает память, выделяемую, требуемой программе там на несколько десятков мегабайт. Просто use. Непонятно, почему так, но это происходит. Поэтому тут-то как раз после того, как утечки найдено, откуда они происходят, здесь может интересно быть место с оптимизацией кода. То есть, возможно, даже изменив структуру классов, получится выиграть по ресурсам. Я не помню, переведил я этот пример, но у нас, я тут какое-то время назад начал в очередной раз искать, почему у нас часть программного кода жрет много памяти. То есть оно внезапно жрет там на старте порядка 70 мегабайт. Ну, просто на старте непонятно из-за чего. Выяснилось, что этот код использует, ну, этот код использует зависимости, у него есть зависимости от других библиотек, из которых он использует всего по две функции из каждой. Причем сами библиотеки большие, и они внутри у себя там еще делают несколько вызовов других библиотек. Соответственно, что я сделал? Вынес эти три функции в отдельные либо, подключил только их, то есть только этот код. Соответственно, вместо 70 у меня программа при старте начала есть 20 мегабайт памяти. Существенно, да? Соответственно, в три раза можно увеличить количество там этих ресурсов, если их можно распараллилить. Точно так же, собственно, проблемы в том же самом Перле, ну, я просто его лучше знаю, в плане именно оптимизации, да, чаще копался. Даже банальное улучшение работы со структурами может, опять же, привести к тому, что память будет расходоваться более эффективно. В Перле структура написана крайне неоптимизирована, неоптимальна, и копирование из одной структуры в другую, ну, копирование структур может быть происходить очень медленно, и при этом не отпускаться память. Поэтому, например, можно использовать ссылки на структуры вместо того, чтобы постоянно их копировать в новые, там, объекты, в новые хэши и так далее. Вот, собственно, вот именно программная часть работы за процессор, за память, они очень интересные. Если хочется так интеллектуальных задачек, вот крайне рекомендую найти какое-нибудь текущее приложение и попытаться уменьшить количество памяти, которое оно и есть. Собственно, итак, мы с вами сейчас узнали про некоторое количество проблем со железом и про способы их решения. Сейчас немножко поговорим про масштабирование ресурсов, то есть про то, что делать, если мы понимаем, что с системой что-то пора делать из-за того, что они справляются с нагрузками. Видов масштабирования, их бывает ровным счетом два. Диагональное, которое можете иногда встречать, оно это фактически смешанное, то есть растет и так, и так. Масштабирование два типа. Вертикальное, то есть когда мы просто увеличиваем мощность железки, делая ее все более и более мощной, уходя от серверов в сторону мейнфреймов и так далее, это вертикальное масштабирование. Сюда же можно отнести оптимизацию кода, то есть как-то ускорение каких-то частей, вынос там, оптимизация структур данных, ну и так далее. Это все вертикальная мощность. Опять же на тех же самых ответах могу сказать, что тот самый главный сервер, на котором крутилась главная база, он начинался с простого, там, по-моему, было порядка 8 гигов памяти и порядка, ну, может быть, там, в районе десятки жестких дисков. Как я уже сказал, там, в итоге он дорос до нескольких десятков жестких, и по памяти он там тоже что-то был, порядка 64 гигабайт. Это именно как раз вертикальное тестирование, когда вынести возможности нет, а делать что-то нужно. Сюда же, опять же, к вертикальным относятся, там, и все работы с дисками и так далее. Поставили более мощные диски, поставили более быстрые диски и так далее. Более, скажем так, перспективный подход для некоторых сервисов — это подход горизонтального масштабирования. То есть, когда мы ресурсы распределяем по большему количеству узлов. Был у нас один ком, поставили 10. Понятно, что не во всех случаях это возможно. Иногда это требует большого количества затрат, вплоть до переписывания проекта целиком. Но если изначально проектировался под возможность горизонтального масштабирования, то, скорее всего, с ним все будет хорошо. Вот просто из практики, вот сейчас там на деньгах и на процессинге, там, на двух наших моих основных проектах как раз мы обеспечили горизонтальное масштабирование, и его еще ресурсы не исчерпаны даже там, ну, на порядке. Потому что мы закладывались на тех же самых деньгах под возможность поставить около тысячи узлов, около тысячи серверов. Сейчас там, по факту, под базами, по-моему, крутится 8 серверов. То есть можно масштабироваться еще дальше. Понятно, что вот такое закладывание горизонтально, ну, то есть слишком уже о горизонталивании системы может привести к другим проблемам. Их о них я тоже сегодня расскажу. Но, тем не менее, горизонтально гораздо более перспективно, потому что можно фактически втыкать новую тачку, там, делаешь какие-то работы по развертыванию сервиса, и все, получаешь новый сервис. Собственно, про техники масштабирования, которые могут применяться в веб-проектах. Ну, самый простой способ, о котором вы наверняка все знаете, это кэширование, да? То есть кэшируем данные, кэшируем что-то в неизменном состоянии между запросами, и тем самым снижаем нагрузки. Второй момент, который мы опять же с вами уже упоминали, когда говорили про компоненты веб-серверсов, это репликация. То есть репликация — это копирование данных на другие узлы и отдача части данных именно оттуда, да? Следующий момент, следующая, вернее, техника кэширования, простите, господи, масштабирования, это партиционирование данных, то есть это разделение данных на некоторые логические части и обращение к ним фактически по мере необходимости. Шардирование, ну я, честно говоря, не придумал русского названия, шард и шард, да, то есть разбиение на некоторое количество узлов, тоже одна из техник горизонтального масштабирования. Сейчас мы об этих техниках чуть поподробнее поговорим. Собственно, что из себя представляет партиционирование? По сути, это именно разделение некоторых данных по некоторому логическому условию, там, выражению и так далее. Например, это разделение… Как правило, термин применяется к базам данных, да, и по сути представляет себя следующее. То есть чаще используемые данные мы выделяем фактически в отдельную активную партицию, а все остальные мы разбиваем там на дополнительные партиции. Условно, все новости за 2014 год мы помещаем в одну партицию, новости за 2013 в другую, новости за 2010 в третью партицию. Все более старые новости в отдельную четвертую партицию. Что это дает? Как правило, большее количество запросов идет к более свежим данным, да. Соответственно, если будут данные меньше, база данных будет их быстрее отдавать. То есть меньше индексы, быстрее поиск по индексу, да, быстрее доступ к данным. То есть за счет этого можно ускорить доступ к данным. Опять же, разные партиции, если поделить там вещи на разные партиции, можно вынести данные на отдельные дисковые ресурсы. Условно, поделили всех наших пользователей по возрастам, самую там часто используемую группу, самую возрастную группу вынесли на отдельное железо, да. Вполне себе возможно. Единственное, конечно, вот опять же, при партиционировании надо понимать, что данные партиции часто бывают разного объема. Именно в силу того, что распределение может быть неравномерным. Если вы помните, например, то же самое распределение по возрасту, половозрастная пирамида, она выглядит, в общем-то, не как прямоугольник, да, а все-таки как пирамида. Даже, наверное, не пирамида, она больше похожа, наверное, на синус, на синусоиду горизонтальную. Вот, поэтому, скажем так, можно получить на выходе одну очень маленькую партицию, парочку очень больших, и смысла в таком партиционировании не будет. В последнее время база данных поддерживает разные типы партиционирования. Самое простое — это именно партиционирование по диапазону. Условно, там, все новости этого года, все новости прошлого года, да, и все пользователи, родившиеся в мае месяце. Кстати, статистика по месяцам рождения, она тоже нелинейная. То есть там неровное соотношение. Следующий момент, следующий тип партиционирования, партиционирования, которое существует, это, например, партиционирование по хэшу. То есть берется хэш, все данные, от всех данных, от данных, вернее, считается хэш-функция, и в зависимости от результата хэш-функции данные записываются в ту или иную партицию. Это бывает нужно, если данные размязаны более-менее равномерно, именно по-статистическим, чтобы были размазаны, да. Другие виды партиций, ну, может быть, такой партиция, как партиция по списку, партиция по элементам множества. То есть когда одинаковые элементы множества попадают в разные партиции. В общем, партиций много, видов, скажем так, применяются тоже достаточно часто. Вполне возможно, у вас будет ресурс, где будет нужно применяться именно партиционирование. Что касается шардирования, то есть разбивания на несколько узлов. Для чего это нужно? Берем данные, режем, опять же, на кучу узлов, раскидываем на разное количество машин. Как раскидываем? Какими способами мы распределяем, что эти данные должны быть на этой тачке, а эти на другой? Ну, самый простой способ, он же самый ненадежный, это индексные таблицы, да. Условно, что мы говорим, что пользователи, чьи имена начинаются там… Нет, стоп, это программная. Пардон, говорим, что вот эти данные, там, данные с такими-то ID-шниками, они лежат на этом сервере. Данные с другими ID-шниками лежат там на другом сервере. Данные с третьими ID-шниками на третьем. И для всего этого мы используем какой-то общий индекс указателя на данных. Чем плохо? Если индекс требует большое количество ссылок, да, то вполне возможно для этого будет использоваться отдельная машина. И тогда вывод из строя этой машины может привести, собственно, к невозможности достучаться к остальным данным. Здесь можно поступить достаточно просто, сделать реплику этой же машины, обеспечить ее, да, и получить тем самым отказоустойчивость. Если, опять же, вы помните, когда мы говорили про компоненты веб-системы, обсуждали сетевое окружение, да, вернее, сетевое взаимодействие. И тогда в качестве одного из примеров P2P-схем была использована гибридная схема. Вот по сути гибридная схема как раз там с индекс указателей на те самые данные, которые лежат на разных машинах. Вот нечто подобное можно использовать и при шардировании данных, то есть обеспечив такую индексную табличку. Более часто используемый способ это программное распределение данных, то есть это размазывание их между узлами машин по разным алгоритмам. Алгоритмов не так много, думаю, вы о них что-то дослышали. Первый механизм — это round robin. Он чаще всего используется в DNS. Кто может вспомнить, что это такое? Давайте, давайте. Пошевелите извилинами. Да, круг — это понятно. А что происходит-то? Там в DNS, там типа в каждой записи DNS, там 10 опичников, они выдаются со смущением. Сначала 1, 2, 3, 4, 5, 10, потом 2, 3, 4, 5, 10, потом первый. То есть и список все время скручивается, и скрутится вот так вот. Да, это как раз, собственно, действительно способ, ты писал верно. И чисто программно он действительно должен работать для всех одинаково. То есть мы работаем, отдаем постоянно некий барабан, а дальше программное обеспечение само решает, чем использовать. Дальше, кстати, но дальше, конечно, зависит от клиента, от реализации клиентов. Может быть, вы слышали, что, например, у ИЕ в свое время была, у интернет-эксплорера была проблема с раунд-робином, что он всегда выбирал там только один напишник. Да-да-да, была такая очень хорошая проблема, мы в свое время тоже с ним столкнулись. Такое-то странное было понятие раунд-робины. Второй алгоритм распределения данных между узлами — это хеширование. То же самое, что, в принципе, сейчас используется реализованное в протеционировании. То есть что такое хеширование? Это мы берем хэш от данных и определяем, на кой узел эти данные попадают. Самый простой случай — это, например, хеширование по алгоритму МД-5. Условно у нас, допустим, какой-нибудь сервис. Ух ты, как хорошо тирает, да? Ладно, будем использовать доску. Будем? Будем. Давайте хеширование. Хеширование по… Давайте первый пример. Хеширование по модулю. Что делаем? Говорим, что все ID-шники пользователей, которые делятся на 2, дают в остатке 0, распределяем на одну тачку. Все остальные распределяем на другую тачку. Сервер 1, сервер 2. Этот же самый алгоритм можно использовать, например, при выборке данных из очереди. То есть мы выбираем из очереди несколько обработчиков, которые из очереди выбирают только ID-шники со своими значениями. Очень часто распространенный способ для того, чтобы это делать. Второй момент, как я уже сказал, это использование криптографических хешей. Либо США семейства, либо MD5. Берем строчку, MD5 от строки. А, 2, A, 1, B, 7 и так далее. Берем из нее первый символ, получаем условно номер базы, куда ходить за какими-то данными. Соответственно, для чего это может использоваться? Вернее, почему для этого использовать лучше криптографические хеши? Здесь достаточно простое решение. Строчки распределены по алфавиту, опять же, неравномерно. Если мы хотим, например, размазать пользователей по фамилиям, что получится? У нас для русского языка, если я правильно помню, большая часть пользователей будет сосредоточена на букве K. Там потом еще будет буква P большая и так далее. То есть вот это не очень хороший тип распределения. Когда вы делаете хэш, там распределение более-менее равномерное. Соответственно, получается распределение более четкое. Следующий тип алгоритмов распределения данных между узлами — это консистентное хэширование. Вы, может быть, слышали название библиотеки, алгоритм называется Ketama и, соответственно, библиотека лип Ketama. Слышали, не слышали? Никто не слышал. Сейчас расскажу тогда. А как это устроено? Реализации этого алгоритма их несколько, но, в принципе, они все более-менее похожи. Вот есть, скажем так, несколько серверов, между которыми у нас могут распределяться данные. для каждого, вернее, для каждого данных высчитывается, опять же, некоторый хэш по одному из алгоритмов. MD5, что неважно. Дальше определяется, в какое место из этого круга… Пардон, сейчас первое считается хэш. Второе. Вот этот круг, он поделен на, если правильно помню, конкретную реализацию, кто помнит 2 в 31 степени? Никто не помнит, да? А, нет, нет, подождите, я вас обманываю. Это в 2. Так. Это 2 в 15 степени. 32, 600. Короче, вот это число пополам. Некоторые алгоритмы действительно используют 2 в 32 степени, но я сейчас точно не вспомню. В общем, вот весь этот круг делится на вот такое количество частей, условно, да? Дальше у нас известно, там, в каком пределе данные записываются на той или иной сервер. Условно, если мы эти данные начинаем отсчет с нуля, здесь, например, это может быть, используем там 65 тысяч, да? 10 тысяч. Здесь мы используем там 20 тысяч. Здесь там 25 тысяч. А здесь там, скажем, все остальное до там 65 тысяч. А что происходит? При высчитывании этого хэша мы высчитываем вот то самое число, которое должно получиться, и записываем эти данные в тот сервер, который лежит в следующем по нашему кругу. Соответственно, если данные попадают на один из серверов. Для чего это нужно? Такой способ. Он, в общем-то, похож очень сильно на хэширование, то есть мы сразу попадаем на какой-то сервер. В случае распределения, если нам нужно добавить или убрать один из серверов, мы получаем проблему инвалидации кэша, когда нам часть данных нужно куда-то передвинуть. Вот в данном случае с использованием этого алгоритма проблема решается достаточно просто. Во-первых, для тех данных, для которых, ну, допустим, добавили новый узел. Для тех данных, которые… Допустим, там 40 тысяч. Для тех данных, которые раньше попадали в меньшее значение, они будут попадать на те же самые сервисы, на сервер их никуда не нужно будет двигать. Для тех же данных, которые нужно будет передвинуть, это фактически данные из вот этого диапазона, вернее, из вот этого, которые раньше попадали на этот сервер, а теперь их надо будет сдвинуть сюда. Не нужно трогать остальные, три сервера, сдвигаем данные с одного, новый сервер начинает работать. То есть проблемы нет. Если же нам нужно удалить один из узлов, что происходит опять же? Мы все данные с него должны просто сдвинуть на следующий сервер. То есть затрагивается меньшее количество узлов, чем в случае хэширования по такому хэшированию, или по сша. Допустим, что произойдет, если бы мы заранее сказали, что у нас будет тысяча партиций? Это означает, что если все данные масштабировались по такому остатку, что происходит? У нас все данные, единичка попадала на один сервер, тысяча один попадала на тот же самый сервер. Теперь, если мы считаем, что у нас все должно делиться по остатку 999, то сами понимаете, как данные будут размазаны. Надо будет часть данных брать из одного сервера, часть из другого, часть и так далее. То есть гораздо сложнее перестроение кэша. Поэтому вот такое консистентное хэширование более, скажем так, надежно. Именно если планируется изменение в железе. Ну и следующий способ — это… Еще раз сейчас запишу его название, поищите описание, если интересно. Это Kitama. По-моему, впервые оно было использовано в мемкэше, если не ошибаюсь. Вернее, для мемкэша, то есть для распределения узлов мемкэш-систем по разным количествам серверов. Ну и следующий способ — это весовое распределение, то есть когда с определенным весом мы разбрасываем данные на разные сервера. Условно, вот чаще всего это можно… Ну, самый простой пример, который приходит на ум, это использование upstream балансировки в Nginx, да, когда условно мы 40% запросов отправляем на один бэкэнд, там 20% на другой, в зависимости от мощности системы. То же самое, в принципе, можно использовать и в распределении данных другого типа, да, не только запросов. Единственное, здесь, опять же, должны быть какие-то конфигурации, по каким эти данные будут улетать в ту или иную часть кэша. Давайте сделаем небольшой перерыв на 7 минут и продолжим дальше по типам кэширования и по всему остальному. Ну и так, собственно, выбрали мы один из алгоритмов распределения данных в кэше, используем, какие, собственно, можно выделить типы кэширования, да, ну и кэширование. Их, собственно, опять же, в практике можно выделить всего две. Это кэширование на определенное количество времени или на определенное количество запросов. Самый простой, наверное, вариант кэширования – это, в принципе, не кэшировать, да, то есть мы считаем, что все запросы у нас влетают к бэкэнду и смысла в кэшировании нет. Второй момент – это мы можем кэшировать всегда, то есть пока там сервер не будет перезагружен, пока что-то не изменится, ну, взяли один раз, закэшировали какие-то данные и после этого их уже не трогаем. Ну и третий момент времени кэширования – это кэширование по времени на определенный период, да, там, на час, на сутки, на пять секунд, в общем, на какой-то определенный промежуток времени. Такое может применяться в разных областях, там, не знаю, от кэширования каких-то статей на новостных ресурсов, да, там, до кэширования баланса пользователя, до совершения на, там, час, на два и так далее. По хитам, собственно, кэширование может происходить как на один запрос, так и на несколько. Что здесь имеется в виду под хитом? А вот тот самый первый запрос, когда, скажем так, по хитам – это когда во время первого выполнения запроса вытягиваются все нужные данные, которые будут использоваться дальше внутри запроса. Условно, если нам нужно какие-то действия пользователя, мы можем в первом, в самом начале действия хита вытащить все его данные, там, по… ну, какие-то его данные и уже на все время работы программы их закэшировать, пока, собственно, пользователь фактически не отрисуем все данные для пользователя, да. Ну, следующий момент – это на N запросов, то есть когда мы какие-то общие для системы данные вытаскиваем при первом же хите, пришедшем на проект и дальше, держим в памяти там или где-то в других средах. Что касается техник кэширования, здесь есть несколько ситуаций, о которых имеет смысл поговорить. Во-первых, что кэшировать – данные или уже их HTML-представления, да? Как вы считаете? То есть, условно, у нас есть некий проект, на который нам что-то нужно закэшировать. Что кэшируем – данные или HTML? Многие же данные могут использоваться в разном виде, в разном HTML-представлении. В этом плане устроить данные. Так. Да, вполне возможно, что в ряде случаев один раз сгенерив именно HTML, может оказаться, и запихаясь в какой-то кэш, может оказаться гораздо дешевле, чем каждый раз собирать из данных этот же самый HTML, да? Поэтому здесь разные подходы, опять же, в зависимости от наших потребностей. Второй момент, который хочется, опять же, проговорить, это, возможно, генерация каких-то ресурсов, которые могут использоваться частями приложения. Предгенерация, скажем так, да? Это может быть генерация какой-то статики, того же самого HTML как раз там, да? Это может быть генерация каких-то баз данных, причем самого разного рода. Например, в свое время Torque Mail.ru, я не знаю, как сейчас, но в свое время они генерировали всю данную, всю базу данных предложений, там, с моделями, с прочим, на отдельных серверах, потом эту базу доставляли на боевые серверы и уже на ней переключались. То есть вот дальше уже брали оттуда фактически сгенерированные запросы, по сути, да, данные сгенерированных запросов. Мы такую технику генерации баз данных используем для нашего мобильного приложения, то есть когда у нас изменяется каталог магазинов, мы перегенерируем базу данных, выкладываем ее как статику и раздаем уже там с других серверов в наше мобильное приложение. Третий момент, который может использоваться как техника кэширования, это, в принципе, отказ от онлайна и использование чего-то псевдослучайного. Например, к вам приходит менеджер и говорит, хочу видеть количество пользователей на сайте в каждый момент времени. Причем хочу видеть в этом онлайне, да. Простое решение — это все-таки каким-то образом обеспечить показатель этого количества, там, не знаю, использовать складывание данных в какой-нибудь мемкэш с увеличением, уменьшением счетчика, да, ну и так далее. Но вполне возможно, что, в принципе, эта цифра такая достаточно аморфная, и она, пользователь никогда ее не проверит, да. Поэтому вполне возможно, можно использовать не собирать какие-то данные, а показывать там примерное количество пользователей на сайте, зная статистику своих посещений, распределенные по времени, да. Никто там не узнает, что там у вас сейчас на сайте 602 пользователя, а не 605, да. Никто не проверит. Поэтому вполне возможно, такое тоже может использоваться. Может быть, вы иногда видели, там, не знаю, в счетчиках различных онлайн голосований, что там меняются цифры практически в онлайне, как оно происходит. Как правило, там, возможно, никто даже в этот момент не голосует, а просто именно по динамике некий счетчик накручивается там определенным способом. Что касается инструментов кэширования, собственно, куда все это дело девать? После того, как мы решили что-то закэшировать, определили там метод, определили, на какое время оно нам нужно. Понятно, что первое, что приходит в голову, это, собственно, оперативная память, да. Причем, может быть, даже как она есть, потому что есть библиотеки для работы, там, с шарит памятью в разных языках программирования. Есть, там, не знаю, свойства того же мод перла сохранять данные между реквестами в одном чалде, то есть в одном процессе, да. То есть техник несколько, именно использующие память как таковую. Второй момент — это существуют специальные движки традиционных с UBD, которые именно позволяют сохранять данные на… в памяти. Если говорить там про MySQL, это, например, тип движка Memory, если я правильно помню, который вот именно использует сохранение данных в оперативной памяти. Третий момент — это различного рода NoSQL-решения, как вы знаете, мы их уже обсуждали, да, там многие из них работают только с памятью и не работают с жестким диском. Там тот же MAMCache, Redis, прочее, прочее, прочее. Если есть много памяти, запихиваем в ту NoSQL базу данных, которая нам более подходит для нашего случая. Не зная, в какую запихать, запихиваем в MAMCache, да, там, или в Tarantle, если говорить там про продукцию Mail.Rose. Третий момент, вернее, скажем так, еще один сервис, который можно вспомнить при работе с кэшированием в памяти, тот же самый Nginx. Еще несколько лет назад он не умел кэшировать, сейчас он кэширует, в принципе, и те же самые части, некоторые части страницы вполне себе можно отдавать из Nginx, то есть собирая с помощью Nginx и кэшируя на определенное количество хитов или на определенное количество времени. То есть сам простой способ, вот без развертанных дополнительных каких-то вещей, это вот Nginx с его техниками кэширования. Третий момент, следующий большой момент, о котором стоит поговорить, это кэширование в файловой системе, да. Вы удивитесь, но современные операционные системы, они уже умеют кэшировать в файловых системах. То есть скорее всего часто обращаемый файл, к которому чаще всего обращается тот же самый браузер, что там и веб-сервер, он уже будет сохранен в кэше операционной системы, и отдаваться в кэше файловой системы и отдаваться достаточно быстро из нее. Третий момент, о котором я хотел бы вам рассказать, это кэширование на клиенте. То есть когда мы используем клиент, то есть браузер фактически пользователя, для того, чтобы какие-то данные хранить на нем. Самое простое, что приходит на ум, это, как вы знаете, статика, те же самые CSS, JS и картинки, они в принципе так или иначе на клиенте сохраняются какое-то время, если браузер получил директивы, эти данные сохранить, да. Здесь, что здесь хочется сказать? Здесь просто хочется поделиться одной из техник инвалидации такого кэша. То есть если вы понимаете, что у вас там нужно выкатить новый CSS, да, то есть вы запустили какую-то фичу, вам нужно выкатить новый CSS, как его отвалидировать у тех пользователей, у которых была загружена предыдущая версия, да. То, что будет такое, что пользователь пришел, у вас уже поменялась там верстка, у него CSS старый, выглядит все очень плохо, пользователь беспокоится, звонят в саппорт и так далее. вы наверняка эти техники знаете, может быть нет, тогда сейчас проверим. Итак, собственно, как инвалидировать статику на клиенте? был CSS, не знаю, индекс CSS какой-нибудь. Нужно его пользователей всех поменять, которые сразу же поменять, как только он зайдет. Самый первый способ… поменять название, да, поменять. Условно сделать индекс 1, да? 1 CSS. Окей. Второй вариант. использовать что-то вроде индекс CSS вопросик версия 1. Еще вариант есть? Подскажу, третий вариант – это заголовки, которые говорят сервису, клиенту, что контент изменился и данные надо перезабрать, да? В принципе, наверное, даже и все. Сейчас мы эти моменты разберем. Чем хорош первый момент, первый способ? Он наверняка убивает данные из кэша, потому что файл названия поменялся, браузер считает, что это файл новый, за ним нужно сходить, загрузил, все нормально. Чем плохо такое решение? Старое степень. Ну, старое – это ладно, нам-то на клиента все равно. То есть, действительно, данные на нем остаются, но это неважно. Может менять название? Действительно, чисто организационный момент, то, что каждый раз это файл, это надо его поменять название, это что-то поменять в системе контроля версий, сложнее отслеживать версионность и так далее. Ну, и не надо не забыть сходить поменять что-нибудь еще в самом коде HTML, куда он подгружается. В общем-то, да, то есть, в принципе, два вот этих основных момента. Что плохо в этом случае? Этот способ не работает не во всех браузерах. Не все браузеры понимают, что после вопроса, если идет для статичного содержимого, идет что-то, то это что-то надо перезаменять. Многие отбрасывают и держат тот же самый файл. Что касается третьего момента, здесь, во-первых, чуть сложнее с конфигурацией на сервере, да, то есть, если нужно изменить конкретный файл, для него придется выставлять конкретные заголовки, да. Третий момент, эти заголовки могут все-таки реализоваться частью проксей, хотя это, ну, там, такие заголовки, как правило, не реализуются, но, тем не менее, такой вариант тоже не исключен. Вот. Поэтому, поскольку нас в сети в свое время три решения не устраивало, мы придумали четвертое, оно очень похоже на первое, но с некоторыми нюансами. Я просто поделюсь. Мы все эти файлы отдаем из папок вида, там, CSS номер версии. Ну, в основном, там, 147. Дальше отдаем индекс CSS. Что это позволяет сделать? Вот это, изменение вот этой части, оно устраивается в Nginx обычно регулярным выражением, что бери файлы, у которых там CSS дальше циферки из одного места на диске. Поэтому нам не нужно, там, заморачиваться про систему контроля версий, не нужно, там, мувы, все делается за нас, да. Файлик ровно тот же самый. Из-за того, что путь поменялся, в браузер клиента он сбросится, будет браться по-новому. Ну, и если система контроля версий поддерживает некоторые хуки, то можно вот эту цифру просто банально из старого файла брать и записывать, добавлять там единичку и записывать новую циферку. То есть все автоматизировано, не нужно об этом думать, можно использовать, не заморачиваясь. Поэтому у нас, например, в деньгах, если откроете там главную страницу, там видно, что в версии, какое количество правок вносилось там в тот или иной файл. Именно если это касается статики. я недавно был на метапе. Так. Это значит, Баду рассказывал о том, как они раньше жили вот так, и они показали свои графики. Так. И в момент того, когда они выкаторили новую версию, у них трафик увеличился в n раз просто. И они в итоге пришли нарисционировать каждый файл. на метапе. Да, 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 да. То есть вот. То есть меняется хотя бы один из файлов и приходится менять версию всех файлов и сразу пользователи запрашивают вообще всю статику, которая только есть. Круто. Я про это не знал, про твой пример. Надо бы подробно прочитать. Ну видите, да, большие системы, они к одними и тем же техникам подходят разными там, через разные кровавые жертвы. А еще один момент, который можно использовать при кашировании на клиенте, это использование кук. То есть часть данных можно записывать в куки, брать их оттуда и при необходимости эту куку перезаписывать. Кука достаточно большая. Размер ее можете поставить там до нескольких килобайт, да. Если настроить правильно веб-сервер, чтобы он эти заголовки понимал, то, собственно, использовать можно, вот опять же, большое количество, ну до 4 килобайт, по-моему. Запихивать туда можно JSON, можно собственную структуру, да, то есть это уже как, что вам лучше и проще. Единственный момент, если у этих куки критичны для каких-то вещей, то, понятное дело, рекомендуется их криптовать. Условно, сохранили в JSON какие-то данные характерные для пользователей, закриптовали, записали ему в куку, данные таскаются в браузере, пока он там не сотрет куки или не зайдет под другим браузером. В чем плюсы? Данные на клиенте, вам не нужно использовать какое-то внешнее хранилище, типа там того же самого memcash, или там какой-нибудь mongo или coachDB. все есть у него. Ну и плюс, если данные зашифрованы, не подменить ничего. Если интересно, могу рассказать о том, как менять ключи шифрования. То есть, как мы меняем, например, ключи шифрования. У нас вот многие данные клиента хранятся именно в таком JSON в куке на клиенте. Что мы туда пишем? Мы туда пишем, как правило, там его имя, фамилию, номер счета. То есть, те данные, которые меняются крайне редко, и за ними ходить в базу бессмысленно на каждый хит. Если вдруг он зашел на какое-то действие и поменял что-то там, мы просто перевыставим куку и не будем заморачиваться. Эту куку мы зашифровываем, потому что там в том числе хранятся некоторые аддишники пользователя. Шифруем мы их ключами, которые меняем раз в несколько минут. То есть, мы всегда храним два ключа, то есть, текущий, которым шифруется, текущая куку и предыдущий, то есть, предыдущего этапа смены ключей. Для чего? Если зашли пользователи, у которых мы раньше поставили куку, мы еще сможем их расшифровать. Условно, если мы там меняем куки каждые полчаса, то пользователю, которого мы поменяли в час 27, он придет в час 30, мы ему еще все-таки ее расшифруем. А если же он пришел уже там, условно, в два часа, ну, окей, не смогли расшифровать, запросили данные из базы. Все нормально, все хорошо. Соответственно, у нас существует конфигурационный файлик с этими двумя ключами, которые мы разбрасываем уже по… генерируем и разбрасываем по всем серверам, по веб-серверам, которые занимаются шифровкой, связи с шифровкой куб. Что это дает? Ну, соответственно, за полчаса там подобрать ключи шифрования, в принципе, невозможно, да, ну, а мы обеспечиваем в том числе вот такую длительную сессию. Итак, собственно, если есть возможность, кэшируем в памяти, если совсем возможности нет, вполне возможно, нам поможет и файловая система, но в крайнем случае все можно свалить на пользу, и держать какие-то данные на нем. Теперь, что касается проблем кэширования. Конечно, все это хорошо, данные не берутся из… тяжелые данные не собираются из базы, приложение не работает, но есть проблема. Проблема первая – это холодный старт. О нем только что рассказали, да, когда мы внезапно сбросили кэш, то есть в кэше еще ничего нет, возрастает нагрузка на систему. Пока кэш не забьется, данные будут ходить в бэкэнд, в бэкэнду системы он будет, скажем так, не очень хорошо себя чувствовать. Это первая проблема, связанная с кэшированием. Вторая проблема – это перестроение кэша в случае, если какой-то из узлов системы вышел из строя. А как раз мы там с вами в предыдущий час этот момент проговаривали, да, то есть, если вдруг что-то упало, варианты либо данные как-то переносить, либо данные, часть данных будет недоступна. Третья проблема с кэшированием – это та самая инвалидация кэша, то есть, когда у вас данные в кэше явно неправильные. Здесь постоянно приходится следить за тем, чтобы данные были консистентны, и условно, если у вас поменялся тот самый баланс пользователя, то нужно еще раз за ним сходить в базу и записать там в то место, из которого вы используете для кэширования. То есть, про эти проблемы нужно помнить, и как-то вполне возможно их придется решать в конкретной вашей системе. Теперь немножко поговорим про то, как искать узкие места в архитектуре веб-систем. Понятно, что самый простой способ, о котором вы наверняка узнаете, это звонок пользователя или письмо пользователя с криками, у нас ничего не работает, да, и сервер 500. Хорошо, если у вас есть мониторинг, из которого вы узнаете о проблеме до того, как позвонят пользователям. Да, мы об этом уже проговаривали в прошлый раз. Так вот, собственно, если у вас высоконагруженный проект, как минимум обязательно все основные ресурсы должны быть замониторены. Память, количество там тредов к NGNX, количество тредов к Apache, количество тредов к базе данных, загруженность дисков, то есть вот все то, что можно посчитать стандартными средствами операционной системы, лучше замониторить, куда-то вынести. Недавно в сети мелькала картинка на тему того, какими командами что мониторить. Кто-нибудь ее видел? Помните там всякие EOS-статы, PSA и прочее? Если, опять же, не видели, скину картинку, очень интересно, то есть позволяет повысить свой уровень образования и понять, какие команды можно использовать для определения проблем с ресурсами. В общем, мониторинг должен быть и об этом даже уже бессмысленно говорить. Следующий момент, который позволяет найти какие-то места, это нагрузочное тестирование. То есть натравливаем трафик живой на какую-то версию новую, смотрим, что там может быть. Здесь, понятное дело, хорошо использовать более-менее похожий график на тот, что у вас есть. То есть для этого существуют там различные программки. снять с липок трафика и воспроизвести такой же на вашей системе. Ну и третий момент, более сложный, опять же, более ресурсоемкий, более интеллектуальный, это анализ архитектуры и кода. То есть еще даже на этапе проектирования или там на этапе разбора проблем можно понять, какие узкие места были заложены в систему, то есть что стрельнет в дальнейшем, на что следует обращать внимание. некоторые примеры анализа архитектуры, которые, собственно, с которыми мы столкнулись за время существования некоторых проектов МЛА. Первое. Я уже говорил, что у нас система была спроектирована таким образом, что все данные мы размазали на строго определенное количество узлов. Каждый из этих узлов лежал в своей базе данных, под которыми создавалось отдельное соединение для пользователя. Соответственно, на каждое соединение создавалось новый тред, который требовал свое количество памяти. Соответственно, просто из анализа количества, ну, из анализа архитектуров можно было догадаться, что потребуется большое количество памяти на то, чтобы обеспечивать большое количество соединений с базой данных. Вот так, собственно, с архитектурой можно было это было сделать вывод. Следующий пример анализа. У нас в DMR, как я уже говорил и показывал графики, опять же, по-моему, на прошлом занятии, да, там большое количество данных хранятся в виде конфигов. Там уже там несколько десятков тысяч строк. В том числе в конфигах мы храним разного рода параметры магазинов. Там логотип, название, еще что-то, то есть некоторое количество данных. Для каждого магазина хранится там порядка 200 байт. Когда магазинов мало, понятно, что файлик с конфигов будет читаться крайне быстро. Когда магазинов становится там тысячи, парсер каждый раз этого конфига магазинов будет прийти к тому, что у нас будут тратиться большие накладные ресурсы на процессор. Ну и, возможно, на память, потому что все это распарщенное дело куда-то надо будет помещать. Я уже говорил, что Perl, например, крайне фигово работает со структурами данных и часто выделяет память под хэш или под ассоциативный массив или под вектор очень неоптимально. Следующий момент, который часто возникает на проектах, это проблема из-за большого количества файлов в папках файловой системы. В этот момент операционная система начинает тормозить. Если у вас в проекте планируется такое хранилище использовать как раз большое количество медиафайлов, значит, скорее всего, вы с этой проблемой столкнетесь. И это тоже будет понятно именно на этапе архитектуры. Третий момент, еще один момент с анализом архитектуры, из которого можно было вынести. Это категории вопросов на проекте Ответы. Кто не знает, что такое проект Ответы? Все знают? Все знают, да? Самая популярная страница на этом проекте — это страницы категорий. Ну, кроме главной. То есть весь список вопросов — это крайне популярно. Просто мы наблюдали, как себя ведут пользователи, они очень часто сидят на этих страницах, жмут F5 и смотрят, какие новые вопросы появляются, чтобы в них зайти, ответить, получить там баллы и так далее. В каждый конкретный вопрос заходится не очень большое количество народа. Но вот самые страницы категорий, они вот просто очень часто обновляются. Поэтому уже из этого стало понятно, что если нормально не готовить эти страницы, не использовать разные техники кэширования, будут проблемы. Ну и четвертый момент, который опять же следует из архитектуры и знания того, как работает программное обеспечение — это пример проекта рассылки, ныне уже закрытого. Там в день отправлялось порядка 20-30 миллионов писем пользователям больших HTML писем, да, с картинками и с прочим. Для отправки использовался почтовый сервер Exim, особенностью которого было то, что он создает диск, ему, вернее, нужен для работы диск, на который он складывает очередь из писем. То есть для того, чтобы отправить большое количество писем, требовалось большое количество дисков. Это, в принципе, уже тоже можно было сделать вывод из архитектуры этого проекта. Собственно, после того, как узкие места найдены, да, там, из архитектуры, нагрузочным тестированием или, там, еще каким-то способом мониторинга, возникает момент, как же это дело оптимизировать, то есть как с этим работать, зная там по всей этой технике и прочее. Тут надо сразу понимать то, что простые решения могут, привычные решения, скажем так, могут не работать. То есть те модули, те библиотеки, которые вы привыкли использовать, или те самые веб-серверы, они могут не справляться с конкретным данным случаем и требуется их там чем-то заменить. Ну и второй момент — это то, что вот если мы, вспомните, мы говорили про рефакторинг, цель рефакторинга — это улучшить качество кода, да, то есть сделать его более читабельным. Как раз в случае оптимизации чаще всего появляется неоптимизированный, нечитабельный код, скажем так, да, но, тем не менее, он работает более оптимально. Сейчас мы, собственно, несколько примеров решений разберем и посмотрим, где там были проблемы и как можно было, что получилось после того, как проблема была пофикшена. Итак, собственно, первая проблема, о которой хочется рассказать, это проблема отдачи баланса пользователя в проекте деньги. В свое время к нам пришла почта и сказала, давайте мы будем показывать там баланс пользователя в вашей системе у нас на почте. Мы говорим, ну давайте. Написали софт, который это делает, то есть они попросили там отдавать им циферку в определенном формате, ничего сложного, там 5-10 байт, мы написали, натравили Apache Benchmark, увидели 50 запросов в секунду, не больше, и поняли, что маловато как-то будет, да. Если бы на нас пустила почта трафик, то мы бы быстренько легли. Начали смотреть, что же там происходит в том самом скрипте, который это отдавал. Вроде ничего стандартного, используется одна библиотека CGI, для работы CGI, да, используется один из базих данных, то самое там из многих тредов, ну и дальше, собственно, принт, там, в общем-то, ничего не оптимизируешь. Стали разбираться, в чем там дело. Оказалось, первое, CGI при своем создании там объекта требует большое количество ресурсов, то есть он очень медленно создается, он анализирует там переменное окружение, разбирает там различные куки-пользователи, пытается сделать, то есть много всего пытается чего-то сделать, то, что в принципе не нужно было сделать. Там, собственно, весь, все обращение к нашей системе, оно было примерно такого рода. Имя скрипта, дальше там e-mail, такой-то. То есть вот для того, чтобы просто разобрать эту строчку, используем CGI, ну у него же типа есть функция для работы с get-параметрами, да, требовалось большое количество накладных ресурсов, там, по-моему, достигало там под пиковой нагрузкой там до 0,2-0,3 секунд. То есть очень много. Что сделали? Ну, во-первых, решили разбирать это без CGI, то есть выгнули CGI нафиг. Переменное окружение почем и так устанавливается, зачем ее еще разбирать. И в принципе простой регуляркой там ускорили это, ну там на порядке. То есть уже там миллисекунды стало разбираться из адресной строчки, из переменной строчки выбрать, какое же там было мыло. Правильно. Второй момент. Обратили внимание на базу данных. Поскольку я уже говорил, что у нас все в шардах, а пользователи попадают более-менее случайно, каждый раз приходится создавать новые соединения. На новые соединения опять же тратится порядка вот этих же количеств секунд. Соответственно, что сделать? Решили убрать создание этого соединения лишнего. Поступились немножко безопасностью, создали единого, одного пользователя, единственная функция которого — это вот вызвать ту самую функцию, и большему ничего не разрешено. То есть вызвать функцию получения баланса, и все. Соответственно, что произошло? Вместо того, чтобы создавать на каждый хит новое соединение, у нас по всем челдам стал один коннект на базу данных. То есть все пользователи мы убираем одним коннектом. Вот это опять же ушло там в… уже вместо 200-300 миллисекунд стало тратиться гораздо меньшее количество времени. Там простой юз-датабейс работает очень быстро. Соответственно, эту часть мы тоже таким образом убрали. Ну и четвертый момент — это опять же понимаешь, что у нас каждый раз при создании нового челда в Apache будет создаваться новый коннект. Мы же сказали, что коннект в челдах у нас будут создаваться крайне редко. Поставили побольше переменную Apache, по-моему, называется maxRequestPerChild. То есть поставили в несколько десятков тысяч. То есть вот соединение создается только раз в 20-30 тысяч запросов. Вот. Все остальное время используется то же самое соединение, что уже было. И, соответственно, тем самым, что мы получили? Вместо цифры 50 запросов в секунду мы стали отдавать 5000 запросов в секунду, 5000 балансов в секунду. Причем с одного веб-сервера, то есть уже там дальше можно было ставить их параллельно и, соответственно, и ресурсы бы уже не жрали, потому что базу данных мы не создаем лишний раз, да, соединение. И работать стало быстрее. Соответственно, после этого мы на почту этот баланс стали спокойно отдавать. Единственное, конечно, скрипт выглядел странно, потому что там не использовалось никаких готовых библиотек. Все используется там только фактически работа со строчками. И работа с BD была вот именно на уровне там одного вызова. Следующий момент. Это как раз я уже сказал. Это чрезмерное шардирование. То есть когда мы порезали на большое количество шардов и сделали хранение данных под разными пользователями. Безопасность вроде хорошо, нагрузки вроде можно масштабировать горизонтально, но тем не менее стало использоваться большое количество соединений с СУБД. Что в этот момент мы сделали? Ну, во-первых, мы добавили память. Теперь мы точно знаем, какое количество памяти нам нужно на то или иное количество соединений. То есть ставим новый сервер. Если поставить определенное количество фронтендов, по-любому предоставить новый сервер баз данных, потому что просто количество коннектов с этих серверов будет больше, чем мы можем сети тянуть. Второй момент, то, что мы сделали, это опять же посмотрели на характер своего трафика. Большую часть запросов к системе совершают пользователи, которые случайно на нее попали. То есть они случайно по каким-то там ссылкам, по баннерам зашли на главное, и больше никуда они с нее не ходят. Главное там практически везде статика, кроме циферки баланса. Соответственно, что мы сделали? Мы использовали того самого пользователя, которым мы ходим за балансом для почты, у которого разрешено только функцию получать, получать только данные баланса. Соответственно, тем самым мы большую часть соединений фактически схлопнули в одно. Все остальное соединение совершают только пользователи, которые делают уже нормальные вещи. Ну и третий момент, который мы сделали, мы немножко переписали логику работы с базами данных. То есть мы написали некоторые прокси, скажем так, который позволял держать соединения и убивать те из них, которые ненужны. Что это привело? К чему это привело? У нас до внедрения этого прокси количество соединений в системе было порядка 7 тысяч соединений с разных компонентов в системе. То есть к серверам базы данных порядка 7 тысяч соединений на каждой из инстансов. Когда мы внедрили этот прокси, количество соединений упало до 2 тысяч. То есть они стали уже более оптимально работать с ресурсами, резать ненужные, то есть ввести… Ну, как… Что такое ненужное? Мы просто ввели количество обращений к тому или иному той или иной базе данных. Как только там нет в течение 15 минут обращений, все, рубим connect, не ждем, пока он сам отвалится. Соответственно, это позволило снизить количество коннектов и увеличить, соответственно, число серверов, число фронтендов, которые можно ставить на ту или иную базу данных. Третий момент… Третья проблема, о которой я упоминал, это проблема с ростом количества магазинов в DMR, то есть ростом конфигах и неоптимальное хранение структур в перле. Вот тот самый конфиг, когда 200 магазинов, когда выросли… Ой, вернее, 200 байт на магазин, когда они выросли на тысячу магазинов до 200 килобайт, а перловая структура занимала, по-моему, в этот момент после распарсивания занимала, если не ошибаюсь, порядка, ну, 5 или 6 мегабайт. Вот настолько перлов неоптимальный. То есть на каждый child дополнительно жралось вот эти самые 6 мегабайт оперативной памяти. Как можно было решать проблему? Либо порезав конфиги на мелкие кусочки, и, соответственно, когда обращается к конкретному магазину, выбирать маленький файлик и читать его быстрее, да? Это первый вариант решения проблемы. Второй вариант решения — использование более быстрых парсеров. То есть у нас хранилось все дело в Apache-подобном конфиге, каждый раз парсилось, и это тратилось некоторое количество времени. Мы ушли от формата апаческого конфига, перешли на яму, которая парсится гораздо быстрее, потоково и так далее. В один поток, в один проход. Следующее, что мы сделали, это… Ну, вернее, что можно было еще сделать, это просто поместить это в какой-либо из СУБД, неважно, реляционную, либо NoSQL, и брать данные оттуда. Этот путь мы еще не использовали, просто потому, что оптимизация позволила и без него обойтись. Ну и четвертый момент — мы внедрили новую систему кэширования, которая помогла нам с использованием шариной памяти вот эти конфиги, единожды будучи прочитанными, потом, соответственно, брать только из кэша, именно кэша вейп-сервера, не парся постоянно на лету. Это нам позволило, опять же, там, достичь производительности на два порядка и забыть про проблему без использования, там, нереляционных СУБД. Что касается следующей проблемы — картинки в файловой системе. большое количество файлов приводит к тормозам на диске. Возможно, кто-то из вас уже знает, как с системой бороться, какая-то проблема бороться. Не сталкивались? А, я рассказывал. Да, то есть мы берем просто файлик, режем по первым буквам, складываем в папочки с разными именами, тем самым режем, там, не знаю, если в случае MD5, режем на 256, 6 частей, например, если по первым двум буквам, да. Соответственно, файловое количество уменьшается, система работает быстрее. Так, задача главной страницы на ответах. Все гораздо интереснее, потому что она очень большая и сложная. Это старая версия, это, по-моему, даже еще первый дизайн, то есть когда, ну, или первая, или вторая версия дизайна, то есть сейчас он выглядит немножко по-другому, но просто мне проще показывать на той, которую я помню. Итак, здесь много всего на этой страничке собрано. Что можно увидеть? Ну, давайте прямо с верхнего левого угла. Там у нас есть количество пользователей на сайте, да, вот там сейчас 17 тысяч 434-1, да, количество открытых вопросов, 17 миллионов, количество ответов, рейтинг пользователя, вот он, рейтинг пользователя, некий статический блок, узнавайте с каким-то вопросом, дальше вопросы лидеры, сюда попадают вопросы тех пользователей, которые прислали SMS с поднятием этого вопроса в топ. Есть лента самих вопросов с какими-то данными о пользователя, и есть там, например, список категорий. Каждый из этих блоков мы оптимизировали абсолютно по-своему. И сейчас об этом расскажу. Итак, собственно, самый первый блок — это количество пользователей на сайте. Как мы его оптимизировали? Как мы, во-первых, их считали? Считали мы просто. Мы анализировали… Пользователем на сайте считался тот человек, который хотя бы раз в пять минут совершил клик. Если совершил клик, значит, попал в лог там Nginx или Apache. Соответственно, мы свозили логи серверов на один сервер, парсили их, собирали количество уникальных пользователей и запихивали в базу. Это была первая версия системы, которая показывала практически честного пользователя в базе. На сайте, да? Во второй версии системы мы просто банально посчитали нашу посещаемость, запихали псевдо-счетчик на основе нашей посещаемости и, в принципе, его колебали, добавляя случайным образом некоторое количество пользователей плюс-минус. Смысл примерно тот же самый. Циферку никто не проверил, все нормально. Следующий пункт — это количество… открытых вопросов. Как вы видите, оно настолько большое, что, опять же, проверить никто не может. Соответственно, у нас раз в час считалась, запускалась статистика, которая обсчитывала это количество вопросов и записывала эту циферку в определенную там табличку в базе данных. А дальше к этой табличке мы банально прибавляли количество вопросов, созданных за последнее там время. Тем самым мы искали по маленькому количеству, по маленькой табличке искали количество новых созданных вопросов и добавляли к уже посчитанной циферке. Почему это не делать было, скажем, на лету, когда вопрос открывался, создавался и так далее? Ну просто потому, что слишком большие зависимости, слишком большие процедуры, слишком большие там зависимости между… в коде, и, соответственно, лишний раз там пройти процедуру не хотелось. Хотя это был бы правильный способ, потому что там все было достаточно транзакционно. Ну вот, в принципе, используются таким образом. С ответами поступали ровно так же, то есть раз в час генерили, а дальше прибавляли, считали данные за последнее время. Следующий блочок. Статус пользователя, количество баллов. Я уже сегодня этот способ упоминал. Мы эти данные запихивали в Куку, то есть брали их именно от пользователя. Когда он совершал какое-то действие, которое, по нашему мнению, приводило к изменению количества баллов, мы эти данные просто перезаписывали. Ну и, соответственно, раз в какое-то время, раз в 10 хитов, по-моему, мы все равно лезли за правильным количеством баллов. Почему? Потому что пользователь мог получить баллы еще за те действия, которые делают другие пользователи. Например, они оценивали его вопросы или ответы. Вот чтобы там точно все соответствовало, мы лишний раз сходили в базу. Поскольку пользователь все равно не знал, что там ему пришли какие-то действия. А, ну и, соответственно, если бы он захотел проверить реальное количество баллов и кликнул там на эту ссылку, попал в личный кабинет, он бы увидел их реальное количество просто потому, что в этот момент мы Куку инвалидировали при заходе в личный кабинет и записывали туда новые данные. То есть у нас всегда все сходилось. Пока он не зашел в личный кабинет, он не знает, что ему кто-то проголосовал за его вопросы, добавил новых баллов. Как только зашел, мы все инвалидировали, опять все данные чистые. А так таскаем в Куке и не заморачиваемся. Следующий блочок — вопросы лидера. Здесь, опять же, все просто. Мы решили уже чисто на уровне бизнеса, что вопросы в этом блоке будут висеть минимум минуту. То есть если пришла новая ставка за новый вопрос, все равно предыдущие будут еще висеть как минимум минуту. Это нужно, чтобы просто имел смысл этот вообще блок, чтобы пользователи хоть что-то успевали увидеть. Соответственно, мы этот блочок просто раз в минуту генерировали в зависимости от того, что пришло здесь. Генерировали целиком HTML-ку, то есть на диске, на одном из серверов генерировался код, он разбрасывался rsync по всем серверам, дальше Nginx его подхватывал, вставлял и все. Ровно точно так же мы поступали с блоком категории, вот этим. Но здесь все еще проще. Категории добавляются крайне редко новые. Как правило, в проекте они реально там одна категория в месяц, может быть, появлялась новая. Соответственно, тут вообще все просто. Когда появляется новая категория, там срабатывал определенный триггер, по которому генерировался этот файлик, который, опять же, раскидывался на все серверы, и Nginx подхватывался вообще без истечения времени. Что еще? Ну да, самая, конечно, большая работа была проведена вот в этой части странички, то есть в вопросах и ответах. Здесь очень много информации, аватарки пользователя статусов, всякие там звездочки и прочие вещи. Здесь мы выдавали определенным образом размеченный контент, фактически добавляя некие микроформаты в определенные куски HTML-кода. Дальше у нас после отрисовки страницы шли вызовы JavaScript-кода, который, по сути, обращался к кэшу, из которых брал всякие данные по пользователям, там, статусы пользователя, имена, прочие-прочие вещи. То есть вот все это бралось уже с JavaScript. Этот JavaScript мы кэшировали, урлы, куда обращался JavaScript, мы кэшировали ответы Nginx на определенное количество времени. Соответственно, первый хит лез в базу, остальные уже Nginx отдавал из собственной памяти. Если пользователь JavaScript не работал, ну, ой, он видел самую простую версию страницы, но таких пользователей, по нашим данным, было всего полпроцента, поэтому ими можно было пожертвовать. То еще не уверены, что это были не боты. Вот, собственно, такая вот работа была проведена по оптимизации этой части проекта ответа. Ну и последняя, наверное, проблема, о которой я расскажу. А, нет, не последняя. Или последняя? Нет. Отправка большого количества писем в проекте рассылки. То есть что там было? Как я уже сказал, экзим, который использовался для отправки, он требовал большое количество дисковых мощностей. Как правило, мы… Самый первый вариант, который мы использовали для оптимизации, мы просто стали ставить больше дисков. То есть покупать сервера с большим количеством дисков, втыкать большее количество их, и тем самым проблема решена. Мы точно знали, сколько нам нужно серверов, чтобы отправить новый миллион писем. Дальше пошли больше. Мы обратили внимание на то, что экзим, в принципе-то, диск использует очень активно. Там он создает порядка 800, ну, несколько сотен процессов, которые каждый из них там создает свою виртуальную очередь на диске, из нее там берет письма, из них их отправляет, да. Мы обратили внимание, что при всем при этом количество дисковых мощностей, емкостей было очень небольшое. То есть там речь даже не шла о сотнях гигабайтов. Соответственно, что мы сделали? Мы сделали виртуальные диски в памяти, куда сложили все эти очереди экзима. Памяти нужно мало, соответственно, памяти на сервер нам хватило. За счет того, что диск с памятью работает быстрее, экзим с памятью, с жестким диском в памяти работает быстрее, очереди разбирались очень быстро, памяти нужно было бы еще меньше. Соответственно, простой RAM-диск на 20-30 гигабайт позволял отправлять больше писем, чем обычные физические диски. Соответственно, вот использование RAM-дисков в случае рассылок помогло мощность увеличить очень сильно. Следующее решение — это сбор статистики. Сбор статистики, там, не важно, на деньгах, на ответах. Я, в принципе, использовал похожие механизмы. Здесь на сотнях узлов нужно было считать большое количество параметрических данных. То есть, ну, просто большое количество цифр собирать. Условно, там, количество новых регистраций, количество платежей, там, по определенному каналу. Поскольку все было размазано на тысячу узлов в случае денег, то, соответственно, для каждой нужно было создать коннект, сходить, ну и так далее. Первый момент, первая версия программы, которая была написана программистами, использовала следующий подход. Она шла по каждому параметру. Условно, 10 параметров, лежащих на тысячах серверов. Она шла по каждому параметру, пробегалась по тысяче серверов, открывала соединение, закрывала соединение, открывала соединение, закрывала соединение, собирала циферку, закрывала соединение, и все. И так каждый раз. Соответственно, на каждое открытие соединения тратилось большое количество ресурсов, да? Помним. Что сделали? Ну, чтобы просто было понятнее, я нарисую на самом деле. Вам сразу поймете, какая оптимизация там была сделана. Псевдокод на самом деле. Ну, здесь еще connect. То есть вот такой псевдокод. Еще раз. Пробегаем по каждому параметру, лезем в базу, создадим соединение, получаем параметры, делаем disconnect, переходим дальше. Ну, понятно, что когда мы не делали disconnect, мы быстренько поперлись в количество трэдов, у нас операционная система отстрелила тот самый скрипт сбора. disconnect был добавлен очень быстро. Что сделали? Если поменять вот эти два цикла местами, уже сразу все остается на свои места. Мы создаем… После этого можно будет вынести connect, фактически он выносится во внешний цикл, и нам приходится создавать всего тысячу connect вместо там… всего лишь db коннектов вместо парам умноженные на db. Тем самым скрипт начал работать просто гораздо быстрее, и памяти стало жрать сильно меньше. То есть это именно программная оптимизация, здесь никакого физического… физической оптимизации не было сделано. Итак, собственно, коллеги, подходя кратенький итог нашей сегодняшней лекции, которую мы с вами благодаря малому количеству народа и праздникам оптимизировали до двух часов вместо трех. Итак, следующие выводы. Высокие нагрузки могут быть абсолютно не связаны с количеством хитов. Могут быть системы, где хитов может быть очень мало, а ресурсы будут тратиться очень большие. Поэтому высокие нагрузки – это, в принципе, нехватка ресурсов. Это процессора, памяти, сетевых ресурсов, либо ресурсов жесткого диска. Способов борьбы ровно два. Один подешевле, второй подороже. Первый способ – это ставим железо. Если это возможно, добиваем памяти, дисков, сетевые карточки, каналы и прочее. Второе – это включаем голову, занимаемся оптимизацией, решаем интеллектуальные задачки. Третий момент. Для того, чтобы такие задачки решать эффективно, есть куча разных способов и кэширования, и разделения данных. Все это завязано на том, чтобы отмасштабировать систему и отдельные компоненты и снизить нагрузки на эти части. Техник достаточно много. Применение той или иной конкретной техники зависит от проекта. Вы видели разные проблемы, абсолютно разные решения. Где-то железные, где-то физические, где-то программные, вернее. Что будет в случае там конкретно ваших проектов, я не знаю, но вполне возможно вы что-то из того, что я о чем я сегодня говорил, будете применять. Собственно, у меня на этом все на сегодня. Если есть вопросы, если есть вопросы, например, как можно оптимизировать тот или иной ресурс, спрашивайте, мы можем с вами прямо сейчас разобрать. У нас как раз еще есть там полчасика и час. Если ресурсов нет, просто тогда пускай всем уходим на праздники, на последние, в мае. Ну, раз вопросов нет, тогда всех с наступающим. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok